Максимальный вес, который был взят на соревнованиях, 180 килограмм в толчке. Отличился спортсмен из Могилевской области Эдуард Дизюлин. Среди девушек до 17 лет максимальный вес подняла тяжелоатлетка из Витебска Дарья Грукова. Это 100 килограмм в рывке и 125 в толчке. Абсолютными победителями Олимпийских дней молодежи стали спортсмены Витебской области. У них наибольшее количество очков. По итогам команда Витебской области заняла первое место. Она набрала с командой Могилевской области одинаковое количество очей. И по наибольшему количеству занятых первых мест она оказалась выше, чем Могилевская область. На третьем месте расположились атлеты Гумельской области, затем Брестское четвертое место и пятое Гродненской области. В соревнованиях участвовали спортсмены из всех областей и города Минска. Среди пинчан отличились Дмитрий Проц и Павел Громода. У них третьи места. И девушка Анна Иголка. Она, к слову, впервые выполнила норматив мастера спорта Республики Беларусь. Победителей наградили памятными кубками. А тренеру лучшей команды вручили малый кубок. Нам на протяжении 10 лет помогают проводить такие соревнования Брестская таможня на данном этапе, а раньше это было Пинская таможня. Она к этим соревнованиям также учреждает призы. По таблице Синклера три самых сильных юноши и три самые сильные девушки награждаются большими кубками за счет Брестской таможни. Также тренер победителя Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь за счет Брестской таможни также награждается маленьким кубком. Ферма Любава, трикотажная ферма, предоставила майки с символикой нашего турнира. Наши спортсмены будут стремиться к более высоким результатам. Впереди у них еще много стартов.